За окном еще январь, такой холодный, пасмурный, да, и вот как-то люди все равно еще находятся в какой-то такой растерянности, все ищут себе какого-то успокоения души, вот, где людям черпать сегодня настроение, уверенность в завтрашнем дне, да, вот, мы говорим, может быть, об удовольствиях, о наслаждениях, то, что может человека обогреть его душу, состояние. Ну, наверное, секс. Все-таки секс. Нет, ну, понятное дело, что мы можем говорить, вообще мы можем говорить об основных инстинктах. Молодые подумали о сексе, а люди постарше подумали о еде. Вот я и поэтому перешла об основных инстинктах, где еда как возможность выжить, а секс – возможность продолжить себя, да, вот. Вот, и мне кажется, здесь, конечно, вот, ну, удовольствия, они отсюда и черпаются основные, то есть энергия, пища дает нам энергию, которая ежедневную, а секс нам дает энергию, наверное, эмоциональную, физическую, однозначно, поэтому, да, удовольствие в этом есть. Ну, первое слово дороже второго, и, наверное, это правильно, то есть воспроизведение себя во все времена, даже в самые трудные, даже в пандемию, даже, там, в годы войны, да, там, в годы каких-то конфликтов, катастроф. Воспроизведение себя, даже не секс не ради секса, а потому что природой так устроено. Плюс, конечно, плюс, конечно, ну, кстати, если мы заговорили о сексе, то, ну, кто вот из нас смотрящих может похвастаться тем, что у него это все на отлично, да, и он, и секс для него служит вот именно расслаблением, да, вот. Потому что ведь, ну, у нас как-то тема эта больше запретная, если честно сказать, но в то же время любопытная для многих. Ну, я думаю, что здесь есть несколько вещей, которые нам нужно обозначить, корневых, да, таких причинно-следственных связей, почему мы к сексу относимся не так, как к еде, да, то есть еда у нас, например, в культ выведена, то есть мы учим друг друга готовить вкусную пищу, подавать ее красиво, украшать, создавать соответствующие антуражи, ну, соответствующие декорации вокруг еды, да, и потом там при свечах кушать с кем-то, а вот с сексом у нас все как-то очень так. А это все время как-то в темноте, чтобы никто никого не видел, он ее, она его. И чтобы никто никого не слышал еще, да. Да, и потом это говорить никому еще нельзя, да, и вообще как-то это вот, это кот в мешке вообще для нас, для всех, хотя, конечно, все, через это получают, я думаю, удовольствие, ну, на всяком случае, надеются на такое. Ну, однозначно, дело в том, что секс должен сопровождаться удовольствием, потому что иначе это было, не было бы основным инстинктом. Механизмы-то такие, для того, чтобы продолжить род, ты должен получать удовольствие, чтобы хотеть это делать, да, и так далее. Другое дело, что эти механизмы на сегодня мы подавляем, при том в большей степени искусственно человек подавляет механизм удовольствия, и тем самым не получает должных эмоций, должной отдачи, разрядки, и поэтому секс перестает, может быть, так, ну, быть вот тем самым, той самой частью энергии человеческой, которая бы позволяла сохранять себя в оптимизме, в здоровье и так далее. Поэтому мы, например, говорим, что на сегодня статистика говорит, что каждая вторая, ну, пусть даже каждая третья, да, 30%, например, женщин в паре, в семейной паре, то есть где есть постоянный сексуальный партнер, не испытывают оргазма вообще, да, то есть не испытывают удовольствия от секса. То есть это больше такая работа, выполнение супружеского долга. Поэтому, когда мы говорим о том, что заложено в этих отношениях, ну, то есть каким образом формируется это отношение к сексу, то мы должны говорить о том, что зачастую все делается внутри семьи, в обществе, все делается так и для того, чтобы женщина не получала удовольствия, если мы сейчас о женщинах. Кстати, здесь вот мужское и женское, да, хотя, например, мы все время говорим о том, что у женщины гораздо больше возможностей получить удовольствие как таковое, да, сексуальное, при том это могут быть прям различные формы сексуального удовольствия, и это значительно отличается от того, что испытывает мужчина. Ну, Галина, ну что толку, что мы об этом говорим сейчас, да, и что толку от того, что понимание есть, а секса нет, да, и как бы подхода к этому вообще нет, и как это формировать, ну, уже когда поезд ушел, бежать за этим ушедшим поездом, как людям вообще приспосабливаться в этой ситуации, продолжать стесняться или все-таки продолжать вот как-то в себе ощущать вот эту индивидуальность сексуальную, да, вот как единицу, ну, чтобы как-то менять свою жизнь и все-таки быть счастливым. Ну, я думаю, что здесь закладывать нужно, опять, конечно, из воспитания, но попробовать полюбить себя и свое тело, это раз, а доставлять своему телу удовольствие можно различными способами. Да, например, мочалкой, вот в бане. Однозначно, это может быть, да, приятная баня, это может быть массаж, это может быть даже скрабирование там и так далее, поэтому так много бани у нас на сегодня. Просто хотя бы изменить отношение к своему телу, просто, полюбить свое тело, не стесняться его. Да, прислушиваться к телу, потому что в любом случае в каждом, в разном возрасте у нас разные ощущения могут возникать, мы можем чему-то научиться и получать там яркие впечатления от того, от чего раньше мы вообще не получали удовольствие, это раз, а во-вторых, это все время экспериментировать, ну и, конечно, если говорить о сексе, например, там, с партнером, то обязательно искать его, то есть, и вот здесь вот возникает эта самая, наверное, щепетильная такая часть, а как его искать? Просто говорить об этом друг с другом, то есть говорить с людьми о том, что, например, то есть вам нравится человек, да, вы понимаете, что есть эта возможность, ну и скажите ему о том, что вам бы хотелось заняться с ним сексом. Ну вот лично для меня, я вот сейчас слушаю тебя, и хочу просто еще перевести в некоторое такое русло, да, вот каких-то отношений, построений, да, таких вот построений, каких-то отношений, там, где присутствует какая-то любовь, тяга, правильно? Потому что тогда и секс, он совсем... Для меня, например, секс и как бы вот любовь, ну, в том понимании слова, в которое мы что-то вкладываем, они для меня неразделимы все-таки, хотя, конечно, может быть, специалисты меня опровергнут? Ну, специалисты могут опровергнуть, я, конечно, к ним не отношусь, мне тоже хочется этой взаимосвязи, но на самом деле очень многие специалисты говорят о том, что секс и любовь – это разные вещи. Во-первых, а во-вторых, это может быть сексуальное влечение, но ни в коем случае не эмоциональное, может быть, даже и так, да, то есть мы должны понимать, что здесь химия и физика работают, ну, так же, как и поэзия в разных направлениях могут работать. Но я вот хочу, знаешь, привести один пример, опять связывая с наукой. Вот физика, она очень хорошо рассказывает нам, что такое электричество, хотя на самом деле, да, ну, то есть мы до сих пор не знаем, что такое электрический ток, да, то есть наука может объяснить происхождение принципиально, но не все, что связано с электрическим током, это подтвердят физики. Вот и здесь, наверное, с сексуальными отношениями та же самая ситуация, когда мы вроде бы можем объяснить там физику, биохимию, но не до конца, то есть что-то еще остается, да, то есть может быть там дикое влечение, но никакого секса, может быть секс, но никакого от этого удовольствия и так далее, много вещей связанных с этим. Вот, поэтому, конечно, поиск в этом плане в нашем обществе гораздо сложнее искать партнеров, особенно женщинам. Почему? Потому что, ну, по сути, табуированность этой темы, табуированность для женщины, быть инициатором, например, сексуальных отношений, а уж тем более, например, говорить во время сексуальных отношений, что доставляет ей больше удовольствия, это вообще табу постоянно. И поэтому здесь, конечно, нужно менять отношение общества к этому, и отношение к женщине, и отношение самих женщин к тому, что они тоже могут инициировать какие-то вещи, они могут об этом говорить. Мы вот часто из практики наших фарчей в клинике, например, они говорят, доктор говорит, ну, скажите, ну, раз вы не получаете удовольствие там в таком формате, в котором вы занимаетесь сексом, ну, предложите своему мужу там поменять позу там, что-то еще там применить, секс-игрушки, на что женщина прям вот с ужасом говорит, да вы что, если я скажу, то он посчитает, что я ему изменила, или что у меня там, ну, как бы, крыша поехала. Хотя на самом деле, скорее всего, этот мужчина ищет таких отношений где-то на стороне, таких вот свободных, когда женщина свободная там может заявлять. Поэтому здесь надо быть смелее и брать в свои руки инициативу. Да, я вот, кстати, тоже подумала о том, слушая тебя, что все-таки все зависит от нас самих, да, и никто не придет, никакой дядя заморский, да, там нас не будет чему-то дурному учить, потому что все, что дано нам природа, это не дурно, и это не стыдно, правильно? Потому что, и я бы просто хотела пожелать вот всем такой полноценной, счастливой, такой вот, да, вот обласканной природой и близкими людьми жизни. Супер.